приветствую вас на канале электрика от бога если вы устали покупать пальчиковые батарейки для кварцевых электрических часов сделайте так как я покажу и забудьте о покупке таких батареек буквально навсегда мы не станем на канале электрика от бога использовать сложных схем и дорогостоящих оборудований и запчастей мы возьмем вот такой вот небольшой аккумулятор который легко достать из старого вейпа или дымососки и применим его в качестве питания для таких часиков но напрямую такой аккумулятор в часы совать нельзя потому что все знают что напряжение пальчиковой батарейки это примерно полтора вольта а вот напряжение аккумулятора мы можем и проверить взявшись руками за щупа и подключив их к аккумулятору мы можем видеть напряжение аккумулятора 3,86 вольта почти 4 вольта в отличие от пальчиковой батарейки это напряжение слишком высоко для кварцевых часов и может наверное их испортить ведь если вместо пальчиковой батарейки всунуть в этот разъем тот же самый литий-ионный аккумулятор то наверное большое напряжение испортит механизм и часы выйдут из строя поэтому надо сделать некоторый ограничитель ограничитель или делитель напряжения можно сделать конечно же по традиции используя резистор этот примерно так как мы делаем для светодиодов ведь если мы хотим светодиод подключить к аккумулятору напряжение которого гораздо больше чем у светодиода надо то надо использовать резистор это все рекомендуют и расчет резистора очень популярная тема в интернете но используя резистор с аккумулятором вы рискуете очень часто перезаряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства это неудобно ведь резистор на постоянку ограничит ток от аккумулятора и при небольшом падении напряжения все-таки тока не будет хватать для этих часиков а что есть такого чтобы выполняла роль делителя напряжения но при этом не так сильно ограничивала ток и причем в большом диапазоне напряжений такое устройство есть такая деталь есть сейчас я вам ее покажу эта деталь называется обыкновенный выпрямительный диод если его проверять прибором прозванивать мы увидим что падение напряжения на каждом из этих диодов который практически не препятствует току примерно пол вольта а значит с помощью диодов мы можем убрать лишнее напряжение которое есть в аккумуляторе цепях классических электрических диод практически не оказывает сопротивление прямому току который через него протекает но падение напряжения на диодах все-таки имеется и поэтому мы можем воспользоваться этим свойством чтобы то самое падение напряжения организовать чтобы снизить напряжение литий-ионного аккумулятора для кварцевых часов найти нужное количество диодов для ограничения напряжения аккумулятора можно экспериментально сделайте так подключив аккумулятор спаяйте вот такую диодную линейку и начиная самого дальнего проходите щупом от часов который подсоединен к плюсу там где была батарейка и ищите тот момент когда часы начнут тикать я этот момент уже давно определил и знаю что достаточно трех выпрямительных диодов моем случае для такой марки часов и такого аккумулятора мне оказалось достаточно всего лишь трех выпрямительных диодов и часы прекрасно работают от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора на самом деле для знаков диодов тут может показаться некоторая странность и не суразится ведь все знают что падение напряжения на каждом из этих диодов примерно пол вольта а значит я отнял от 3 вольт почти 4 вольт этого аккумулятора всего лишь полтора значит на часы подано было напряжение гораздо больше чем надо но на самом деле все тут дело определяется в том токе который пропускают диоды отдает аккумулятор и потребляет сама система сама система потребляет ровно столько сколько ей нужно ведь представьте если бы если бы эта система потребляла весь ток от вот такой пальчиковой батарейки которая способна отдать но явно больше чем ампер а скорее всего два и даже два с половиной ампера это мощные литиевые батарейки тогда если бы мы поставили такую батарейку и система этого механизма забрала бы весь ток все бы просто напросто сгорело и часы остановились поэтому когда мы понижаем напряжение этого аккумулятора с помощью диодов не ограничивая ток мы делаем для системы максимально комфортное положение по току то есть она берет ровно столько и не перенапрягается по напряжению из-за того что мы сняли часть напряжения благодаря падению напряжения на этих диодах вот такая простая лаконичная самоделка которую вы можете применять у себя дома забыв о покупке батареек буквально на совсем если вы устали конечно покупать батареи на этом все пока с вами был канал электрика от бога подписывайтесь на канал электрика от бога и да пребудет с вами электрическая сила